Накануне в ходе рабочей поездки на восток Свердловской области глава региона Евгений Куйвышев сделал остановку в Богдановиче, чтобы проверить ход строительных работ на путепроводе через железную дорогу. Проект этого путепровода обсуждался еще в советское время. Через Богданович идет главная автомобильная дорога, соединяющая европейскую и азиатскую части России – Сибирский тракт. А расположенный в черте города железнодорожный переезд уже тогда выступал в роли тромба в главной транспортной артерии страны. Но до строительства моста руки дошли только в этом году. В сентябре был заложен первый камень, а сегодня можно увидеть уже будущие въезды и съезды с моста. На строительной площадке губернатор появился с новым главой Богдановического района Олегом Нейфельдом, избранным Думой городского округа всего за несколько минут до визита губернатора. Олег Петрович доложил главе региона об опережающих темпах работ. Помимо земляных работ, буквально на глазах меняющих рельеф местности, здесь начатые бетонные работы, забиты сваи и залит ростверк под первую опору моста. Евгений Куевшев попросил строителей не снижать темп и к первому сентября будущего года не только сдать новый путепровод, но и реконструировать подводящие к развязке улицы. Присутствовавший при этом разговоре министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков подтвердил, что деньги на осуществление этих планов в бюджете есть, и они своевременно поступают подрядчику. А вот к другому строительному объекту – школе бокса в городе Талица – судьба не так благосклонна. Еще в июне 2021 года Свердловский губернатор Евгений Куевышев и президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев заложили камень в основании будущего спортивного центра. Всего таких школ бокса в Свердловской области планируется построить пять – в Талице, Нижнем Тагиле, Краснофимске, Каменске, Уральском и Серове. Талицкий центр бокса в рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни» должен был открыть свои двери для юных спортсменов уже в декабре 2022 года. Но стремительный рост цен на стройматериалы вскоре вычерпал всю заложенную смету. В итоге строителям удалось возвести только металлические каркасы и большую часть внутренних перекрытий. И лишь после пересмотра сметы строительства и ее утверждения в Минфине работы на объекте продолжились. В частности, губернатор стал свидетелем монтажа стеновых сэндвич-панелей фасада здания. Панели где делены? Нет, не письме. Письме? Да, да. Материал именно для прокат, для вот именно этих панелей. Поэтому задержка-то и вышла. Кроме того, в процессе строительства, возможно, немного поменяется, точнее расширится функционал будущего центра бокса. Заказчик решил отказаться от огромного зала с летающими видеоэкранами под куполом, как это происходит на больших соревнованиях по боксу. А вместо этого сделать два этажа, дав место и другим спортсменам. Один наверху, другой внизу, здесь и футбол, здесь и гандбол, здесь и баскетбол, то есть универсальные спортивные площадки. Центр боксов Талицы строится в непосредственной близости от недавно построенной ледовой арены «Импульс». По словам губернатора, после завершения строительства, а оно теперь планируется в июле следующего года, в южном микрорайоне Талицы сформируется полноценный спортивный кластер. Субтитры создавал DimaTorzok